Всем привет! Сегодня поговорим о Турции, о том, каким-то выводам я пришла, да, чему-то научилась, каким-то советов, возможно, дать, что-то такое. Мне, знаете, очень смешно, это реально смешно, слышать, когда... Я это читаю на просторах интернета, иногда это бывает, и даже, когда девчонки встречаются в личных каких-то разговорах здесь, среди наших, это, естественно, русскоязычных, когда иностранки, которые здесь пожили, возможно, кто-то... Это вообще встречается, и те, кто недавно переехал, может быть, кто-то тут там лет 20 живет, но я считаю, что это огромное заблуждение, и большой обман, когда говорят о том, что... Я сюда приехала, я заставила себя уважать, я построила мужа, всю его семью, все делают так, как я, что-то хочу, то есть я под себя переделала их все, их всех, здесь я живу по своим правилам, и, собственно, я вся такая крутая, вся такая деловая, и я вас этому могу научить. Турки, в принципе, народ, который очень тяжело адаптируется к чему-то, очень тяжело меняется, перемены, что-то новое, не для всех, но все равно это происходит, для большинства это происходит со скрипом, потому что у них заложена культура и воспитание другое, они какими бы светскими, европизированными не были, например, даже братья сли моего мужа, мы живем по своим каким-то правилам нашей семьи, но все равно он не стал, общаясь со мной русским, вообще ни на громульку, и он не стал там европейцем каким-то, он все равно у меня такой корень для мозга костей турок. И, по сути, наше с ним общение все эти годы, оно его не изменило, он не стал другим, и я, соответственно, тоже, кстати, турчанкой-то тоже не стала. Ну, конечно, мы что-то там сливаемся как-то из культур своих, что-то берем, что-то меняется, но суть наша самая важная, да, она не поменялась, все осталось, как и было. Но переделать всех людей вокруг и всю страну под свои правила, как об этом некоторые девушки любят говорить, это невозможно. Турки тяжело относятся к новым каким-то переменам, они потому что такие укостенелые. И в любом случае здесь, кто это так говорит, я под себя переделала, изменила там или еще что-то, это наглая ложь. Максимум, что возможно, вот как я, например, делала, я так живу, и я очень многих здесь вижу, что девочки просто создали свою ячейку общества, своя семья, внутри которой какие-то свои правила, то есть ты создаешь свой маленький мирок в рамках своей семьи. Но перевоспитать родственников мужа, перевоспитать соседей окружающих просто невозможно, их гораздо больше, чем ты. Если родственники мужа, например, были против, или что-то там высказывали, какие-то проблемы были, со временем они просто отстали, в большей степени девочка может думать или утверждать, говорить о том, что я их перевоспитала, они живут теперь по моим правилам, не лезут там ко мне или еще что-то. Скорее всего, эти люди просто пошли на компромисс, и из уважения к своему сыну, брату, родственнику, просто не лезут и не трогают ершистую, скажем так, скандальную или еще какую-то невестку свою. Но это не говорит о том, что женщине удалось их перевоспитать, сделать их другими людьми, которые играют по ее правилам. Воспитанные турки культурные, они никогда не будут показывать недовольство, они, да, вот это называется в нашей стране двуличность, а у них это уровень определенной культуры воспитания. Не в лицо говорить, какая ты там плохая или еще что-то тебе нравится, молчать, но иметь свое мнение, возможно, где-то его обсуждать, но в лицо человеку сказать нет. И опять в 50-й раз повторюсь, что в Турции, во многих восточных странах, кстати, не только в Востоке, в Европе, в Америке тоже, сказать в лицо человеку, что ты такой сикой, у меня к тебе такое плохое отношение, это неуважительно, это грубо, и это тебя характеризует как неокультурного человека. Держи, как говорится, свое мнение при себе, пока о нем никто не спросил. В наших странах, в России, в частности, откуда я, да, сказать в лицо напрямую, это считается более уважительным, достойным, гордиться геройским чем-то, да, я тебя не боюсь, скажу тебе в лицо, кто ты какой, за то и за душой, за спиной, что-то там ножик не натачиваю, да, плохо я тебе не думаю или еще что-то. Вот эта прямолинейность во многих, в большинстве стран других воспринимается некрасиво и очень грубо. Поэтому у нас многие люди это вообще не понимают и не ориентируются, и все, кто не так себя ведет, считают он личным или еще каким-то. Я научилась держивать свои эмоции в прямую человеку, не говорить о том, как я его не люблю, или какой он мне неприятный, или еще что-то. В Турции очень много, о чем я говорила, и в сериалах, это можете видеть, кто фанат этих сериалов, невербалики взглядов, вздохов, причмокиваний, каких-то жестов, неодобрительных, неуважительных, которые еще хуже, страшнее опускают человека и унижают, чем в прямую какая-то открытая агрессия, ругань, скандалы, какие-то ссоры. Очень все предельно примитивно можно просто рассказать, когда, например, вас, не знаю, как-то обсудили на турецком языке вокруг женщины в кафе или еще что-то, в турецкий язык, знаете, пони, что-то о вас говорилось, да? Не надо там разворачиваться, орать, да ты там, дра-ля-ля, да ты что себе позволяешь? Нет. Можно просто посмотреть, повернуться очень, с таким взглядом, типа, мне так тебя жаль, какая ты убогая, типа, оф, я, ай, пья. А все этого достаточно, типа, о боже, как стыдно, типа, фу, мерзость, вот это отношение, эти вот эмоции передают вот это отношение, типа, ой, блин, типа, вы такие беспонтовые, такие невоспитанные, что просто с вами просто связываться, это неуважение меня самой к себе, да? То есть будет, я даже мараться о вас не стану, чтобы с вами вступать в конфликт. А у нас, как бы, правильно, наши все, например, мы ругались, конфликтовали или еще что-то делали. Здесь можно ничего лишних слов, просто слово айп сказать, фу, я, айп, я, оф, оф, вот этого просто, типа, офу, блин, какой, какой ужас. Но это делают так эмоционально презренно, что ты себя просто говном почувствуешь, если в отношении тебя такое сделают когда-то. Да, здесь есть ситуация, когда надо ругаться, эмоционально призывать к этому внимание. Если вам неприятно какое-то внимание мужчин, флирт, какие-то домогательства или еще что-то в обществе, на публике, где-то на улице, вот здесь стесняться не надо, орать можно, ты там салак, и тут не поможет, конечно, ну, короче, ты маньяк, помогите, спасите, и все в таком роде. То есть привлекать к себе внимание в этой ситуации нормально и нужно. Я здесь научилась аккумулировать вот эти свои негативные эмоции, главное отслеживать, на что я злюсь, что мне дает вот эти эмоции, что провоцирует вот эти эмоции, какие-то негативные, неприятные. Правильно отслеживать причину, следственные вот эти все связи. Во-вторых, не эмоционально это выплескивать, потому что если ты, например, в Турции, здесь там с другой женщиной как-то, начнешь конфликтовать, ругаться, эмоции свои показывать, что тебя задевает это, ты будешь выглядеть смешно, потому что даже если она невербально это спровоцировала, причина в ней, она виновата в чем-то, но она будет выглядеть достойнее, когда она безэмоционально как-то спокойно тебе, но с издевкой ответит, и ты будешь выглядеть как лох просто реально в такой ситуации. Ты вроде пылишься, распыляшься, покажешься своими эмоциями, поэтому надо эмоции свои стержать. Как делают турчанки, ты всегда будешь просто выглядеть достойнее. Не молчать, я не говорю о том, что надо все глотать, не вступать в конфликт или все что-то. Не давать спуску своим эмоциям, не играть там, не истерить. Это другие немножко ситуации. Я вот про такое бытовое в обществе где-то или еще что-то. Можно парочкой фраз просто отделаться, что-то там. Главное, здесь вообще все направлено на то, чтобы человека пристыдить, зааипить, и все. Все здесь очень предельно просто. Мне подписчица как-то давала комментарий недавно о том, что она была там на пляже, и турчанки что-то их обсуждали или еще что-то. Они знают турецкий язык девочки из Казахстана. Они им сказали, типа, вот мы вам ответили. Они этим девочкам турецким ответили, что, а мы все понимаем, что вы там нас обсуждаете, что-то в таком роде было. Я девушке ответила комментарий, что я бы, живя здесь уже сейчас, я бы так не поступила. Я бы не стала вербально словами в такой ситуации, соседа по лежаку как-то дать понять, что ты в курсе, что он тебя обсуждает. Я бы не стала влезать в конфликт и говорить, а я вообще-то все понимаю, не надо меня тут обсуждать. Ну и что? Тебе легче от этого стало? Зачем тебе это нужно рассказывать? Я бы также на чистом турецком сказала бы, как не культурно, да, кошмар. И просто бы все, и цокнуло там, отвернулось именно демонстративно от них. Вот этого достаточно. Они бы услышали, что ты говоришь это к ним на турецком языке, и к ним повернулся задом и отвернулся. Все. У них просто воспитание. В нашей бы культуре человеку этого было недостаточно, и вот эти тонкие материи наши бы не прочувствовали. Потому что у нас она говорит в лицо вот так, а ты там, соволочь такая, траля-ля-ля-ля-ля-ля. А здесь вот эта невербалика работает. К тебе задницы повернулись, на тебя вздохнули, чмокнули, при так типа, фу, блин, какие невоспитанные. Типа вот посыл бы такой, да, был. И здесь еще иногда такое есть, что бывают, знаете, такие негативные люди в Турции очень, которые всем всегда недовольны. Они везде есть, но здесь вот такой есть типаж, я думаю, кто здесь живет, меня поймете. Которые всегда всем недовольны. И ты ничего человеку не сделай, но он то, в принципе, уже чем-то недоволен, как и всем, короче, вокруг. У него ко всему, ко всем всегда есть претензии. Вот типа каким-то, не знаю, социальным, там еще и каким-то нужным приходится с этим человеком рядом находиться. В автобусе сидеть, там на пляже, на лешаке рядом лежать или еще что-то. Там, не знаю, в магазине, на кассе обслуживаться. Или там сосед у тебя такой есть, да, там приходится с ним, например, там здороваться, ну не здоровайся, например. В общем, человек, которому ты ничего не сделал, но он уже изначально с кривой рожей на тебя сидит, да. Вот в таких ситуациях два варианта здесь в Турции есть в поведении. Не замечать этого, потому что тебе, по сути, ничего не высказывается, на тебя не фыркается, к тебе это никак не относится. Человек в плохом уж настроении. Или второй вариант, когда он на тебя так косо смотрит, можно просто реально сказать так, сананы, что тебе от меня надо? Что тебе нужно? Типа, что ты на меня уставился? Как правило, от таких прямых вот этих вопросов они вообще просто в шоке, тушуются, и диалог не то, что не начинается. Человек сразу, все, короче, перестает себя так внести. Тут два варианта. Я либо наоборот не буду замечать, но понимаете, когда у тебя, скажем так, в порядке самооценки, тебе наплевать на мнение других людей, и когда кто-то на тебя фыркает, что-то смотрит, ты этого просто не замечаешь. Просто тебе наплевать на другу. Что там человек, какой друг, ты этого не замечаешь. И мне проще бы, если какая-то тетя там фыркала, что-то на меня косяка давила, я бы на нее даже не обращала внимание, мне наплевать вообще на нее было. Но если бы она это продолжала упорно делать, обращая на себя внимание, я бы сказала, сана не, блин, что уставилась, что на мне что-то нарисовано, написано, что на мне там панно какое-то, что надо вообще. Вот так бы я себя повела. Но это грубо, это некрасиво в Турции считается, так открыто. Но так можно тоже поступить, турчанки бы так тоже поступили. Я к чему хочу сказать, что выводы, какие я сделала, первое, чужой монастырь со своим уставом не лезет. Кто вам утверждает о том, что они нарушили правила, всех под себя переделали, у них тут вообще, короче, вас всему этому научат, это полное вранье и обман. Скорее всего, просто из уважения родственники перестали трогать этого человека, потому что он просто очень вонючий. Во-вторых, в кавычках вонючий, во-вторых, это просто сложилось, свой маленький мирок, своя семья, за пределами просто этого мирка, другие условия жизни, человек просто за эти нормы, приятные условия не выходит, и все. Но он считает, что вокруг он все переделал, у всех это невозможно сделать, потому что турков просто численно больше, и всех, менталитет всех вокруг под себя ты не перестроишь. И не говоря о том, что тебе надо смириться, самой под все подстраиваться, просто научиться обходить острые углы, где-то на что-то не реагировать, на что-то наоборот реагировать, то есть, но не надо быть категоричным, это очень глупо, это недальновидно. В Турции в принципе и глупо быть прямым и недальновидным таким человеком. И следующее, иногда надо сдерживать свои эмоции и не эмоционально в лоб что-то там рассказывать, доказывать и ругаться с кем-то, а порой придержать коней, может быть, что-то сглотнуть, переварить, но потом выдать это в другом месте, с этим человеком в более выгодных условиях и припомнить то, что было когда-то. Здесь все так поступают, и здесь вы правила игры не будете нарушать, потому что вам будет каждый раз это по лбу щелкать челбаном. Все вы будете всегда напрямую, как вы привыкли, не будете под это подстраиваться, вам просто будет тяжело. Либо вы вообще ни с кем здесь не конфликтуйте тогда, либо вот эта обраточка вам будет очень больной, и вы всегда будете бежаться, вам всегда здесь все будет не так, вам все будет не то, и вам будет здесь не нравится. Что вы думаете по этому поводу, каким выводом в адаптации здесь в Турции, и вы пришли бы в каких-то других восточных странах, расскажите, мне будет очень интересно послушать. Жду ваших комментариев, под видео всегда оставляю почту для записи на консультации, пишите свои письма, истории для рубрики анонимов, истории ваши будем разбирать. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока!